Всем огромный привет! Меня зовут Аня. Спасибо, что заглянули на мой канал. Блин, я так давно не снимала видео вот так вот, чтобы сесть перед камерой и поболтать. Что как-то прям собиралась сегодня полдня с духом, чтобы это сделать. Но все же надо было уже пора и надо немножко наверстывать упущенное. Сейчас у нас уже июнь, лето наступило. Я, конечно, всех поздравляю с официальным приходом лета, но как-то за окном, глядя, еще никто не понял, что на самом деле лето у нас радует нас. Поэтому ждем. Весны ждали и лето подождем. Вот. Сегодня, конечно же, я, как обычно, хочу рассказать вам про свои пустые банки. Что-то в последнее время у меня систематично копится, копится и накапливается аж на целое видео. И да, сегодня я буду немножко бренчать. В общем, накопила я, как обычно, пустых банок. И кому интересна тема окончательного ревью на какие-либо продукты, погнали, сейчас все будет. Номер раз в сегодняшней программе, чтобы было быстро и не затягивать, это бальзам-основа от Белор Дизайн. В прошлом видео, наверное, ее не было. В этом показываю. Ну, как обычно, в запасе много. Рекомендую. Брови, глаза, все, что угодно, все, что зачесывается, то можно зачесывать. Only recommend выкидываю и дальше буду покупать. И, кстати, пожалуйста, напишите мне в комментариях, кто уже пробовал новые гели для бровей от Белор Дизайн, которые цветные. Я все как-то что-то не дойду и не куплю, и не знаю, и не попрошу себе оттенок какой-то попробовать. И вот мне прям интересно. Многие уже пробовали, наверное, и у многих уже сложилось какое-то впечатление. Поделитесь в комментариях. Я уверена, что вы мне что-то подскажете, и, возможно, я быстренько побегу и все-таки его куплю. Хотя в последнее время я пользуюсь только прозрачными гелями, но интерес, он такой. Надо пойти, сходить и купить. Что же, что вы уже видели, ни раз, ни два, ни пять, ни тридцать. Короче, BB, Berita Vitex, совершенные волосы. Но насчет того, что насколько совершенные волосы от него, я фиг знает. Ну, лак один из моих любимых, точнее, даже любимый. Да, он будет моим любимым лаком. Пусть будет так. В общем, очередная бутылка стоит про запас. Я думаю, что уже все все поняли. Короче, мы переходим дальше. Битый, убитый такой вот просто страшный бутылек вообще весь такой. О, это, короче, фирма Belaf. У нас это органический кондиционер для окрашенных волос. Как только я перешла на органический шампунь, я подумала, что, ну, блин, грешно же, как бы покупать что-то обычное. И вспомнила, что он у меня есть. И, в принципе, малыш крутой. У него нереально офигенный аромат. Свои функции бальзама для того, чтобы проспутать волосики, для того, чтобы они лучше укладывались, были более мягкими, гладкими. И же с ним он справляется отлично. Он, по-моему, достаточно бюджетный. По-моему, в районе 5, наверное, долларов стоит вот эта бутля. Здесь у нас 300 миллилитров. Он у меня очень долго прослужил. И я, на самом деле, довольна. В общем, буду продолжать пользоваться органикой. У меня там есть про запас кое-какие бальзамы сейчас для волос. Но как только у меня ничего не останется, я 100% пойду и его себе куплю. Такой вот тюбичек у меня. Это, наверное, пробник. Или, не знаю. Ну, в общем, это ифроше, крем для рук, мандарин в пряностях. Лимитированная коллекция. Мне он достался за какие-то покупки. Короче, с ифроше мне не везет. Обычно все мои, типа, закрытые, там, эти кружочки в этих карточках, короче, не приносят мне нифига. И, в общем, только раз вот мне как-то вот крем достался. Не очень приятный аромат. Я использую его на работе, потому что на работе часто, там, делаешь свочи, там, что-то делаешь руками, показываешь. И, как бы, я постоянно, там, то ли, какими-то антисептиками пользуюсь. И мне что-то надо, чтобы оно постоянно было увлажнено. Хорошо быстро впитывается. В принципе, супер-вау эффекта я не заметила. Но, с учетом того, что я, там, раз в час, грубо говоря, руки перемываю, то особого эффекта, наверное, фиг ты и поймешь и заметишь. Приятный аромат, ну, такой прикольный кремик. Ну, наверное, не тот, который я бы прям вот сказала, беги-бери, а то вот прям умрешь без него. Нет, это не про него. Поэтому, как бы, закончился. Лимитированная коллекция. И, слава богу, до свидания. Мы уже затронули тему ифраше. У меня здесь вот такая вот бутылька. Это тоже ифраше у нас лимитка. Что это было у нас? Клюква с миндалем. Вот, блин, почему они все такие нестойкие? Ну, хотя, понятно, в принципе, за такие деньги им особо стойкими не надо быть. Но он прям вот, вот милашный аромат. Вот из этой коллекции зимней. Мне он прям очень понравился. Вот выпушкала до донышка. Совсем до самого-самого конца. Он за счет того, что такой компотный, ты пол-литра на себя выливаешь. В принципе, там буквально через полчаса тебя уже никто не задыхается. Поэтому он у меня очень быстро убился. И, в принципе, у меня там, по-моему, еще груша стоит. Она как раз-таки на работе. У меня такой походный вариант. Скоро ее, наверное, добью. Потому что это такое, чисто вот сидишь. И там остатки просто вот так вот обливаешь на себя. Ну, в принципе, тут уже... О! Даже пару пшиков каких-то осталось. В общем, милота. Расскажите мне в комментариях, кстати, по поводу того, как вы относитесь к такого рода туалетным вводам. Потому что мне иногда даже хочется ничего-то там супер сверхъестественного такого и мощного. А чего-то такого вот компотного, недолго держащегося, которое, в принципе, поправить в течение дня можно допшикать. И, ну, что не сильно будет там, возможно, обязывать себя как-то. Ну, блин. Короче, напишите в комментариях, как вы относитесь к таким ароматам класса дейзиков, что ли. Ну, наверное, так это можно сказать. Сейчас мы затронули тему ароматов. Тут вот у меня вот такая вот десяточка в ролике от Масаки Мацушима. Это у меня Мэй Чоколад. Это просто один из самых моих обожаемых и любимейших ароматов. Он просто вот... Он у меня ассоциируется с теплом и каким-то вот таким нежным, романтическим, каким-то вот уютом. Возможно, какой-то даже сексуальностью. Потому что вот его наносишь прямо вот сюда и вот прям под шарфом ты сам от себя такой вот просто чувствуешь исходящий просто какой-то вот комфорт, какой-то притягательность. Хотя в противовес этому я могу сказать, что моя подруга сказала, слушай, ну, конечно, может быть, он и прикольный, но он не пахнет котиками. Мое сердце тогда дрогнуло, но тем не менее у меня стоит бутылочка этого аромата. И вот у меня был такой роллер, с которого я, в принципе, на этот аромат и подсела. Для меня он просто реально волшебный, любимейший и вот такой зимний. Ну, вот он у меня нечаянно закончился не зимой, а почти летом. Но никто не удивляется. У нас же в мае был снег, поэтому, в принципе, в мае я его и добила. Вот. Присмотрите все те, кто любит что-то такое вот этакое. На самом деле не совсем типичный для меня вариант пустых баночек. Я редко, когда показывала какие-то пробники, но тут вот что-то захотелось, потому что, ну, вот прям, вот впечатлилось как минимум раз. Это у нас Mizon сыворотка, которая, ну, это, с улиточкой. Вот это вот коричневенькая, как она правильно называется. Multi-function formulas nail repair intensive ampoula. Или ampoule. Ну, короче, вот. Я думаю, все ее знают. Я, скорее всего, пущу какую-то картинку, как обычно, либо какую-то штучку, чтобы вы поближе рассмотрели. У меня просто была такая ситуация, что на все улитки, которыми я пользовалась, у меня шла аллергия, я чесалась. Да. И я много читала о том, что с улиткой многие не могут подружиться. И у меня были разные варианты улитки, с разными вариантами у меня был косяк. Я сходила как-то не так давно, до отъезда в магазин All Cosmetics. Прекрасная Наталья просто там очень много чего насоветовала. И говорит, ну, вот на тебе еще улитку. Я говорю, ой, мать, с улиткой у меня как бы и беда. Она говорит, слушай, ну, как бы ты, может быть, все-таки рискни. Говорит, потому что, ну, вот это прям вот чаще всего ок. А из всех улиток, которые я пробовала, это такого плана, ну, мизона у меня точно не было. Я думаю, блин, ну, рискнуть, не рискнуть. Ну, как бы жопа такая в мыле. Мне всегда все интересно, все на лицо намазать. Хотеть потом мучиться. Думаю, ладно, не впервой, давай попробуем. И она реально мне понравилась. И прям вот я понимаю, что у меня сейчас много всего из ухода. Но эту сыворотку через какое-то время я реально пойду и куплю полноразмер. Причем пойду к Наташе. Я не буду ее нигде заказывать. Потому что человек так приятно меня просто порадовал. И так приятно мне вот просто все подсказал и показал, что вот прям вот хочется пойти и отблагодарить. Ну, хотя бы тем, что я, грубо говоря, приду и у нее что-то приобрету. Поэтому, как бы, все, кто пробовали, я думаю, Мизон тоже пробовал кто-то, как минимум. Расскажите мне, как у вас дела обстоят с улиткой. То, что, ну, я рада тому, что все-таки какая-то улитка мне подошла. Вот вторая вот у меня такая штука. Это Саше Маск, магия глины от L'Oreal. Это сейчас вот то, что модные вот эти три разных банки разных цветов. У меня она получается детокс и сияние. Три натуральной глины плюс уголь черненькая такая. Ну, в принципе, я могу сказать, что достаточно приятная глина. Но с той глиной, которую я прям люблю-люблю, с нашей глиной, которая продается у меня в магазике, она, к сожалению, не сравнится. Вот, поэтому попробовать попробовала, но, скорее всего, покупать не буду. Есть у меня поинтереснее. Плюс я еще люблю шоколадную глину. Она бюджетнее, чем эта. Хотя, если переводить цену сашетов и в цену банки, может быть, и не дешевле. Но такие сашетики, которые продаются в Миле, шоколадная глина, советую попробовать каждому. Они тоже очень топовые. У меня супермодная пустая банка. Это у меня мой спонж от Real Techniques. Он вроде как бы почти еще целый. И этот гад у меня на минуточку почти год прослужил. Год он прослужил потому, что я его чуть ли не спиртами заливала. И, кстати, где-то здесь я оставлю ссылку о том, как я мою свои спонжи. Чтобы вы понимали, что я все-таки более или менее его дезинфицирую. И поэтому у меня где-то вот-вот должна прибыть моя посылка с iHerb. И там будет еще четыре этих оранжевых уродца. Я их очень сильно люблю. И, в принципе, для меня это отличная альтернатива бьютику за разумный бюджет. Они у меня себя показали хорошо, служат долго, наносят хорошо. Поэтому, как бы, в принципе, я решила на данный момент пока что я к бьютикам возвращаться не буду. Но, возможно, когда-нибудь под какое-то настроение, под лакшери просто веяния в моей жизни, бьютик у меня снова поселится. Но пока что, пока я не истреблю четыре новых релика, так точно нет. Попала у себя в холодильнике вот такой вот ролик гель для ухода за кожей век. Летом мне его всегда нравилось использовать. Он, по-моему, с розой. Ну, потому что тут ничего не написано. Это Белита. Мне нравилось его из холодильника доставать и летом даже поверх макияжа наносить. Просто в течение дня. Сильного эффекта он не давал, но эффект охлаждения и чуть-чуть такого освежения был. И, в принципе, по малолетству я часто его юзала. Но сейчас уже немножко, мне кажется, я старею. И все-таки я пытаюсь найти уход какой-то более действенный за этой зоной под глазами. Не спать так, как не сплю я. Хотя последние дни я нормально сплю. Я позволила себе сутки проспать просто. Да. Смысл в том, что для тех, кто молод, юный, кому нужно просто что-то освежающее такое легенькое, в принципе, можно присмотреться. Такой вариант, он неплохо держит на себе консилер, не скатывается ничего на нем. В принципе, как вариант, можете присмотреться, глянуть. Но не шау-фау-вау, это факт. Эй! Я, наконец-то, показываю вам коробку от этого шампуня. Потому что я не уверена, что он, в принципе, еще закончится. Но Женя почти постарался его домылить до такого непонятного маленького состояния. С января месяца, по-моему. С января, мать его, месяца. Пользовались мы сначала вдвоем. Потом только Женя им пользовался. Потом мне, когда мне было жалко своего шампуня, я периодически брала его, этот маленький кусочек огрызочек. Короче, супер живущая вещь. Супер крутая. Про шампуни эти, опять же, ссылка будет вверху. В инстаграме были куча постов. Это был тест-драйв очень долгий этих шампуней. Мне было просто интересно попробовать новый формат и от и до его разложить по полкам. Короче, всем, кому интересно, обязательно сходите. Ссылка на эти шампуни будет тоже внизу. Там вот столько информации. Я, честно говоря, никогда не думала, что я буду пользоваться органикой. А сейчас, на данный момент, я, наоборот, чувствую свою, не то что потребность, а, наверное, свой долг отдавать дань тому, что действительно крутого качества, что действительно круто служит, круто работает. И в то же время, переводя это потом на часы, деленные на дни, ой, на дни, на деньги, которые ты потратил, короче, это получается вполне себе и недорого. Поэтому, как бы, все ссылки будут. Сходи, посмотри, обязательно, кто еще не видел. Ну, честно, от души прям да, прям да, и да, и да, и да. Последок, это последняя пустая баночка в умноженном в 4 формате. Это гидролаты. Причем они закончились у меня реально в этом месте все и сразу, потому что я, чем жарче становится, тем я их больше чуть ли не внутрь принимаю. Лаванда, розмарин, роза дамасская, Болгария и Иран. Все люблю, все поняла. Прикиньте, даже розмарин, который мне очень сильно по аромату не нравился, тоже поняла. Кому, опять же, интересно, про гидролаты у меня было 2 видео, я их оставлю наверху. Сходите, посмотрите. Пока что их в продаже нет, и новая партия будет у нас где-то в конце июня. Поэтому ждите, я надеюсь, дождетесь, придете и скупите их все. Потому что они того стоят, правда. Ну, за месяц 4 бутылки закончившихся. Ну, правда, они не закончились прям вот конкретно в этом месте. Просто так получилось, что там их оставалось по чуть-чуть везде. Прям вот на донышке каждого. И как-то они у меня добились все сразу в один момент. В общем, как-то так. Это все мои баночки пустые за месяц май. Надеюсь, что вы дадите мне обратную связь и расскажете мне просто про все, что я у вас тут спрашивала. Потому что дико интересно про гель для бровей. Правда, интересно. Тут мне вот недавно писали, предлагали хну. Ну, я вот думаю, может быть, мне еще попробовать выкрасить брови хной, а потом просто как раз таки такими какими-то оттеночными гелями просто форму придерживать. Поэтому я пока сейчас вот в таких раздумьях. Поэтому, кстати, прохну, если кто-то что-то знает и пробовал сам в домашних условиях красить хной брови. Расскажите мне, мне будет правда интересно. Вот, я как обычно надеюсь, что вам видео было полезным, приятным. Вы в моей компании не заснули. Ставьте свои лайки, пишите свои комментарии. Я, как обычно, вас всех целую, обнимаю и увидимся в следующих видео. Пока-пока.